Привет друзья и гости моего канала. Сегодня такое вот необычное видео. Никогда не снимал никаких влогов. Но сегодня видео будет вот такого формата. В сфере недавно произошедших событий, которые случились именно со мной, я вам хочу рассказать небольшую историю. Думаю она будет полезной и познавательной. Значит вкратце, буквально три дня назад у меня взломали гугл аккаунт и я чуть было не потерял свой ютуб канал. Значит как это произошло ребята? До определенного момента все мы пытаемся набрать тысячу подписчиков, чтобы нам подключили монетизацию и чтобы мы начали зарабатывать какой-то доход от ютуба, от рекламы. И как только мы переступаем этот порог, нам начинают как бы поступать небольшие денежные средства от ютуба за рекламу, к нам сразу начинают ломиться жулики. Ну они не начинают ломиться, они как бы видят нас уже своих потенциальных клиентов, кого можно обокрасть, у кого можно что украсть. Такая же ситуация произошла со мной. Значит в выходные мне пришло письмо ВКонтакте. Мне написал некий Алексей, якобы представитель, менеджер компании по продвижению видеоредакторов. Мы хотим типа сотрудничать с вашим каналом и заказать у вас обзор на наш видеоредактор. Ну и там назвал свою цену за видеоролик в данном редакторе. Ну как бы сделал мне коммерческое предложение. Я, ребята, повелся на это. Деньги, конечно, хочется, всем хочется заработать. Я тоже поискал как бы информацию на данный видеоредактор, ничего не нашел. Написал ему, что данной информации я не нашел, мне такой редактор. Он мне скинул ссылку на сайт. Я перешел по этой ссылке на сайт, почитал информацию о редакторе, что он за мной представляет. Скачал этот редактор, попытался его установить на свой компьютер. Тем самым запустил в компьютер вирус, который у меня потырил все пароли. И в общем, меня взломали. После того, как я запустил данную программу, она написала, что программа была неустановлена из-за некой ошибки. Код ошибки, я не помню. Да, и как бы не вдавался в эти подробности. Я как бы махнул рукой, но не установилась и не установилась. Буквально спустя несколько часов я обнаружил, что я вышел из своего аккаунта в Google. На компьютере был выполнен, как был, не выполнен вход. Достал телефон, на телефоне написано, что пароль аккаунта изменен. Тут я уже понял, что меня взломали. Значит, я давай в спешках восстанавливать все это, менять пароль. Захожу по своему обычному паролю, мне пишут, что пароль изменен более двух часов назад. Если вы не меняли, то пройдите там проверку безопасности и смените пароль. Значит, я все это проделал, сменил пароль. Восстановил доступ к своему аккаунту. Сразу же проверил все свои приложения, которые были с паролями. Захожу на свой YouTube канал и вижу, что у меня нет подписчиков и нет ни одного видеоролика. Канал как бы пустой. Канал есть, но на нем ничего нет. Значит, меня это, конечно, потрясло. Я был в ужасе, потому что все, чего я добивался больше года, просто-напросто исчезло. Можно сказать, что можно впадать в отчаяние. Потом я заметил, что есть еще один такой же канал. У меня, получается, создано два канала. Один канал с подписчиками, другой канал без подписчиков. Захожу на тот канал, на котором есть подписчики. Это мой канал действующий, который вот сейчас вы на данный момент смотрите. Там все как бы в порядке. Значит, я захожу. И все, как бы все работает. Я довольный. Все восстановил. В это же время компьютер у меня продолжает быть включенным. И как бы там на компьютере запущен вирус. Спустя буквально полчаса я обнаруживаю, что снова пароль аккаунта изменен. И меня как бы опять с гугла выбросило. И с аккаунта выбросило. Теперь я уже понимаю, что вирус конкретно на компьютере. Я выключаю компьютер. Полностью отцепляю от интернета его. И как бы начинаю заново все изменять пароль. И нахожу одну строчку, где владелец аккаунта не я, а некий пользователем. Является некий пользователь с ником бандит и там еще буквенная приставка. Значит, захожу в эти настройки. Удаляю этого пользователя. После удавления я становлюсь единственным пользователем аккаунта. Задаю двойную систему безопасности на аккаунт. Это проверка через телефон и через почту. Сначала приходит код на телефон. Просто так уже не изменишь. Меняю сразу же пароли на всех почтах, которые у меня были привязаны к этому аккаунту. Полностью все, что было привязано к аккаунту, все изменил. Закрыл везде доступ к аккаунту. Мне как бы все время уже тянется к ночи. И после того, как я удаляю данного пользователя, в течение последующих 40 минут меня пытаются взломать. Некий пользователь с Нидерландов пытается поменять пароль в моем аккаунте. Ну, все тщательно, потому что мне приходит уведомление на телефон с кодом подтверждения, который я, соответственно, никуда не ввожу. Приходит письмо на почту, на почту Google. И повторно приходит письмо на вторую дополнительную почту, которая задана дополнительной почтой. И ссылочка. Если вы не отправляли данное письмо, то нажмите ссылку и укажите причину. Ну, я написал, конечно, что меня пытаются взломать там. В общем, в течение 40 минут этот пользователь пытался вскрыть мой аккаунт. У него ничего не получилось, он это дело бросил. Я как бы остался со своим аккаунтом, со своим каналом. Проверил все свои данные. К чему весь этот разговор? В общем, от этого, ребята, никто не застрахован. И каждый из нас может столкнуться с такой ситуацией. Поэтому, посмотрев данное видео, вы уже будете как бы предупреждены о том, что вы можете тоже столкнуться с такой проблемой. И вас просто могут обвести вокруг пальца. Потому что все мы люди, все мы ошибаемся. Люди на ошибках учатся, как говорят. Если честно, хочу попросить вас распространить данное видео как можно больше. Поделиться этим видео в соцсетях. Поставить как можно больше лайков. Чтобы как можно больше людей посмотрело этот ролик. И было как бы уже в курсе, что жулики, они как бы не спят, они ждут своего момента. И только вы отвернулись, и они уже как бы уже на готове схватить и утащить. Так что, ребята, вот такая вот история со мной произошла. Слава Богу, канал я себе вернул, аккаунт восстановил. Никакие данные не пострадали. Так что, хочу вас поблагодарить за поддержку, что вы остаетесь со мной, что смотрите меня. Ставите мне лайки, пишите комментарии. Также не забудьте поделиться этим видео. Обязательно поделитесь с друзьями, поделитесь с подписчиками. Расскажите об этом. Потому что тема эта действительно серьезная. Я не думаю, что каждый из нас готов потерять то, что он создавал более года. Шел к этому. И потом в одночасье все потерять. Так что, ребята, вот так вот получилось. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч в новых роликах.